все любят карпа но карпа есть два небольших недостатка 1 слишком много костей эту проблему мы с вами сегодня решим другой момент у карпа очень сильно выразительный запах тины многие люди поэтому и не едят карпа потому что очень 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 пахнет болотом сегодня мы этот вопрос тоже сегодня мы карпа с вами замариную чтобы уничтожить его вот этот тинный аромат и будем запекать его в духовку давайте решим вопрос костями нужно очень мелко вот так вот надо вязать надрезав таким вот образом косточки становятся ну буквально 2-3 миллиметра и когда вы будете кушать вы уже не подавитесь и сделаем еще вот так вот сейчас я его разрежу на порционные кусочки вот так мы его сложим потому что когда он будет готов мясо будет достаточно рыхлая и мягкая и если вы будете резать позвоночник он достаточно жесткий толстый вы просто повредите рыбу давайте и положим на противень мариновать карпа мы будем непосредственно здесь теперь давайте уберем его в сторонку и сделаем маринад белое вино оливковое масло яблочный уксус соевый соус соус ворчестер рыбный соус вы все можете купить рыбный соус я думаю что сейчас в россии достаточно китайских продуктов соль сахар дижонская горчица столовая ложка перец чили пол чайной ложечки много не надо сок половины лимона небольшая луковица рубим ее как можно мельче головка чеснока 8 зубцов также рубим меленько и кусочек имбиря вот такой кусочек также режем меленько вот у нас получился с вами такой замечательный маринад все эти ингредиенты все эти специи они ослабят запах тины придадут невероятный аромат и вкус мясу рыбы ну-ка попробую то есть у него очень выразительно получился вкус кисленький солененький остренький сладкий и плюс чеснок лук имбирь дали вот этот взрыв букет аромата и вкуса рыбу уже не солим потому что уже все у нас есть здесь покрываем маринадом прям вот в эти разрезы которые мы с вами сделали вбивайте наш маринад ну вот рыбу мы с вами замариновали лучше всего конечно ее оставить на ночь но в принципе и если у вас нет времени и вы хотите приготовить сегодня что им рекомендую не надо ставить ее холодильник пусть она остается при комнатной температуре просто поставьте ее в холодную духовку закрыли и забыли на два часа прошло два часа наша рыба в общем-то готова сейчас я включаю духовку на 200 градусов как только она на разогреется мы ставим рыбу рыба будет готовиться средний минут 20-25 нашей рыбе буду подавать картофель молодой давайте поставим его тоже варится я положу сюда для лавровых листа чайную ложку тмина и полную столовую ложку соли варим до готовности картошечка наша варится а сейчас я хотел бы предложить салат который будет очень хорошо сочетаться с жареным нашим карпом я предлагаю вам приготовить сегодня колеслав очень известный салат особенно в америке его используют кейси в макдональдс и все думают что это американский салат и что именно американцы его придумали на самом деле нет этот салат был придуман еще в 1774 году голландской домохозяйкой и этот рецепт был занесен в голландскую поваренную книгу там рассказывалось что мы молодая хозяйка мелко и тонко нарезала капусту добавила морковь и сделала соус заливку из топленого масла и уксуса таким образом пришел салат колеслав с голландского языка он звучит как колсла дословно переводится капустный салат все очень просто 18 веке когда уже был придуман майонез стали добавлять майонез на сегодняшний день существует огромное количество различных версий и салата колеслав я хочу предложить вам и свою версию настоящий и вкусный салат колеслав начинается соуса давайте приготовим и так это наш домашний майонез греческий йогурт берите хороший вкусный греческий йогурт добавляем щепотку соли по вкусу чайную ложечку сахара крупнозерновая горчица петрушка мелко-мелко режем ее выдавливаем зубец чеснока чеснок можете добавить по вкусу можно и больше сок лимона среднем столовая ложка давайте все это смешаем ну вот у нас получается замечательная вот такая смесь обязательно попробуйте ее она должна быть выразительная то есть должен чувствоваться и перчик и соль и чесночок все должно чувствоваться потому что наши овощи которые мы мелко тонко с вами нарежем уже мы не будем досаливать и перчить супер я доволен очень хорошо теперь нужно закрыть пленкой и убрать в холодильник до того момента как мы начнем его сервировать наша духовка нагрелась я засекаю время 20 минут а там уже посмотрим возможно придется добавить еще может быть 5-10 минут больше рыбу я ставлю не посередине от ближе к грилю рыба в духовке включаем таймер тем временем давайте приготовим салат колеслав красная капуста убираем кочерыжку я ее разбираю вот так вот и нарезаю очень очень тонко так вот нещадно прям давить ее делать ее плоской и тоненько-тоненько нарезайте нож видите какой мне большой то есть нужно амплитуда для того чтобы он вот так вот резал я такая гильотинка пальцы обратите внимание вот этот палец видите как его выгнул специально для того чтобы не порезаться нож должен идти по ногтям следующая белая капуста убираем кочережку и по такому же принципу снега разопроще она на мягче эти тоненько должен быть очень очень тонко все крупные сегменты на капусте убирайте соотношение овощей делайте приблизительно один к одному попробуйте сделать по моему рецепту колеслав и вы сами уже увидите какой овощи вам больше всего нравится какой менее нравится что-то уберете что это добавить и но как бы первый раз попытайтесь сделать именно так как я вам предлагаю это у нас корень сельдерея этот салат именно вкусен когда приготовлен и нарезан очень очень тонко этого достаточно для нашего салата морковь морковка наша готова давайте и натрем точно так же как только мы соединим овощи соусом они станут мягче раскроются свежий огурчик я выбираю сердцевину для того чтобы наш салат не был слишком жидким давайте натрем огурчик давайте немножко добавим зеленого лучка в наш салат ну вот прошли 20 минут наша рыба готова картофель готов давайте сольем его добавляем сюда кусок сливочного масла ну это общее известное правило свежий укроп закрыли опа пусть отдыхает наша рыба готова 20 минут прошло вот посмотрите она подрумянилась мягенькая вся но в то же время не пережарилась вас не должно пугать что здесь подгорело это не страшно кстати готовить рыбу вот таким вот методом очень хорошо для людей которые стремятся снизить колораж в своем питании потому что здесь у нас практически всего лишь две столовых ложки оливкового масла и естественный жир самой рыбы и больше ничего когда вы жарите его фритюре или жарите на сковородке всегда добавлять огромное количество жира и поэтому это очень тяжело поэтому у нас получился в общем-то диетический такой карп и так оставляем его в стороночку пусть отдыхает картошка тоже уже готова давайте заправим салат дрессинг как правило в колеслав добавляет очень много соуса наш соус кстати тоже не жирный всего лишь две ложки майонеза как вы видите мы все сделали симметрично мы по разогрели духовку поставили рыбу она настояла 20 минут за 20 минут у нас сварилась картошка и вот сейчас мы с вами смешиваем салат салату достаточно буквально пять минут чтобы он настоялся чтобы овощи впитали не и соус ну-ка изумительно но просто шикарный салат легкий ароматный ну и конечно же очень полезно через пару минут я вам покажу как бы вы могли бы подать нашего карпа салатом и картошечкой наш карп готов вот посмотрите вот таким вот образом вы могли бы его подать наша замечательная вкуснейшая картошечка мягенькая салат колеслав какой красавец вкус просто невероятный ну и сама рыба сейчас протестирую вы же знаете что у карпа очень много косточек вот сейчас эксперимент вы нас можно просто это что-то очень никаких проблем с костями как вы видите видите она плотненькая не развалилась с той стороны тоже поджарилась очень-очень вкусно просто царское блюдо легкая невероятно вкусно ароматная у рыбы нет совершенно никакого азиатского вкуса несмотря на то что мы туда положили сою как вы помните и рыбный соус китайский на самом деле рыба очень вкусная тинного запаха совершенно нету просто замечательно даже чем-то похоже на морскую рыбу вообще просто песня попробуйте этот рецепт напишите в комментариях понравился не понравилось спасибо за просмотр увидимся на следующей неделе до свидания пока приятного всем аппетита